приветствую дорогие друзья с вами тимур гаранин и я счастлив вам сообщить что я наконец доделал инструкцию о которой говорил в нескольких последних роликах инструкцию по сборке сами знаете чего преобразователя напряжения со структурой генератор трансформатор умножитель перед тем как я начну о ней рассказывать попрошу вас если вы вдруг смотрите это видео через youtube или вконтакте перейти на мой сайт и смотреть там так вам будет понятнее о чем я говорю а теперь я без лишних предисловий перейду к мясу в этот раз я не делал никакого интерфейса автозапуска а просто упаковал материал в несколько папок дело в том что интерфейс не на всех операционных системах открывается а вот папочки открываются везде кроме того внутри папок я еще положил документы со ссылками текстовую транскрибацию для тех кто не разберет мою дикцию и кое-что еще теперь по порядку первое о чем я рассказываю это выбор источников питания это очень серьезная тема потому что от аккумуляторов напрямую зависит сколько мощности вообще теоретически можно выжать из нашего устройства очень легко ошибиться с источником питания я в свое время тоже потратил определенное количество денег не на те аккумуляторы я расскажу какие аккумуляторы нам подходят и почему чтобы вы могли избежать этих ошибок кроме того расскажу как аккумуляторы уравнивать перед сборкой батареи балансировать и соединять между собой в папке я добавил документ с несколькими ссылками на самые оптимальные варианты литий-полимерных секций и пару балансиров во втором уроке я показываю как сделать надежный и мощный трансформатор своими руками мощность на выходе устройства напрямую зависит от трансформатора устройство у нас мощное и высоковольное поэтому трансформатору следует уделить особое внимание опишу интересную технику как можно сделать вторичную обмотку методом оплавления мне в личку часто жалуются ребята о том что у них пробивают трансформаторы или не хватает мощности на выходе или не знают как наматывать вообще вот я и расскажу как сделать хороший трансформатор своими руками и на всякий случай я еще добавил пару ссылок по которым можно купить уже готовые трансформаторы но это на крайний случай если совсем нет возможности намотать самому в третьем уроке рассказываю как сделать генератор разумеется прикрепляю схему рассказываю про выбор компонентов особенности схемы и порядок ее сборки и самое важное о чем я рассказываю в третьем уроке это режимы на которых схему нужно протестировать перед тем как засовывать ее в корпус ни в коем случае нельзя собирать устройство в корпус не протестировав схему иначе потом придется все разбирать с большими потерями В четвертом уроке разберем самую простую симметричную схему умножителя. Я объясню, почему стоит избегать всяких хитрых умножителей, и самое главное, пройдемся по компонентам, чтобы вы понимали, на какие параметры стоит обращать внимание, и почему ни в коем случае нельзя ставить в умножитель всякое старье типа КЦ-шек и КД-шек. Кстати говоря, сгоревшие умножители – это чуть ли не самая частая жалоба, которую я получаю в свою личку. Пятый урок посвящен такой фундаментальной вещи, как согласование. Без понимания этого нельзя построить мощный прибор. Многие новички страдают гигантизмом, наматывают трансформаторы с огромным коэффициентом трансформации, а потом вынуждены их перематывать или вообще выбрасывать. Наша главная задача – получить на выходе устройства максимум тока. И я покажу, как нужно для этого согласовывать элементы устройства. В шестом уроке расскажу, какие нам понадобятся компоненты для сборки всей схемы в корпус и где их взять. Порядок сборки, советы по заливке высоковольтной части, и так далее. В седьмом уроке разберем схему и порядок сборки простого и надежного бестрансформаторного зарядного устройства. А восьмой урок у нас посвящен работе с клиентами. Не секрет, что в отношении наших приборов спрос сильно превышает предложения. Средняя их цена по интернету – 100-120 долларов. Стоит только выложить ваше устройство на YouTube, и на вас посыплются заказы. В восьмом уроке я дам вам несколько важных советов. Приложу таблицу работы с заказами, и самое главное, что мы разберем – это техпаспорт с правилами эксплуатации. Поверьте мне, это самая важная вещь, которая будет фигурировать в процессе выполнения заказа. Вы даже не представляете, что может взбрести в голову вашим клиентам, если они не прочитают техпаспорт. Как видите, я очень серьезно подошел к составлению инструкции. Разумеется, ничего идеального нет, и в принципе нельзя вместить всей информации в конечный объем уроков. Поэтому я оставил в инструкции свои контакты, чтобы вы могли задавать вопросы, высказывать предложения и прочее. Моя поддержка гарантируется. Инструкция выполнена в таком ключе, что после ее просмотра можно сразу собрать надежный, согласованный, мощный прибор. Ориентированная инструкция на технарей, на мастеров, на электронщиков, на тех, кто уже работает с паяльником. Уверен, объединив мой опыт и ваш, вы сможете легко превзойти мои результаты. Не советую скачивать ее людям, которые далеки от электроники и хотят просто попробовать, попытаться, поковыряться. Учитывая стоимость компонентов, тут нужно серьезно подойти к делу. Кстати говоря, я сделал спецификацию. Перечень основных деталей, которые понадобятся при сборке устройства. Скачайте спецификацию, трезво оцените свои возможности и после этого принимайте решение. Цену на инструкцию я установил резонную. Она в несколько раз меньше цены готового устройства и сравнима с себестоимостью его сборки. И самое главное, эта инструкция позволит вам избежать множества обидных и дорогих ошибок, которые допускают все, кто впервые берется за подобный прибор. Никто не идеален, никто не родился мастером. Поверьте, и я при первых сборках допустил массу ошибок. Проблемы с аккумуляторами, пробитые трансформаторы, сгоревшие умножители, деньги, потраченные на ненужные детали, несогласованность частей схемы, вредительские схемы из интернета. На эти грабли наступают все, кто пытается разбираться сам. Я же хочу, чтобы вы обошли их стороной. Вот для чего я сделал эту инструкцию. На этом я заканчиваю свою короткую презентацию. Хорошо все взвесьте и принимайте решение. Еще раз повторю, что моя поддержка гарантируется всем, кто приобретет эту инструкцию. Мои контакты внутри нее. Удачи вам!